Добрый вечер, уважаемые пользователи интернета. Интернет ТВ студия, Пермлайв ТВ, Уралинформ ТВ, на сайте Уралинформ ТВ нас можно лицезреть, продолжает свою работу. У нас 9-часовый контент, мы его решили посвятить, понятное дело, чему это выбором главы Краснокармского района. Отчасти мы начали этот разговор в телевизионном эфире, в программе «Час пик», вместе с Виталием Ковиным, руководитель Пермского отделения Ассоциации «Голос». Это человек, который следит за выборами и его, можно сказать, призвание и профессия. Кроме того, у нас сегодня в студии Александр Григоренко, человек с активной жизненной позицией. В общем, человек, который тоже участвует много в чем, и участвовал в качестве наблюдателя. Ну, может быть, и как-то шире он сам об этом скажет, и на выборах в Краснокармске. Давайте вот с чего начнем, друзья мои. Значит, ну, во-первых, Ассоциация «Голос в вашем лице» Виталий признала, что выборы в Краснокармске прошли более-менее чисто. День голосования. День голосования. Кстати, это, да, важно. День голосования, и что можно сказать, что если даже были какие-то нарушения, то они принципиально не повлияли на исход выборов. Еще раз, уже в интернет-эфире, это подтвердите, пожалуйста, да, то есть день голосования, воскресенье в Краснокармске был в общем и целом неплох. В смысле чистоты процесса. Ну, в смысле чистоты процесса, ну да, можно так сказать. То есть, все, ну, смотрите, все наблюдатели, которые хотели наблюдать за чистотой процесса, значит, смогли присутствовать на избирательных участках и его контролировать. Значит, ограничений по деятельности наблюдателей, такой серьезной, которая бы привела срыву наблюдения, там, одним, другим или третьим кандидатом, значит, не было. Комиссии, скажем так, работали, процесс подсчета голосов тоже был осуществлен, причем так, таким образом, что, несмотря там, ну, всякие, как это обычно бывает у участковых комиссий, там, недочеты, там, ошибки, нарушения и так далее и тому подобное, мы можем сказать о том, что фальсификации результатов при подсчете тоже не было допущено. Вот, поэтому на основании как-то чего вот можно там делать выводы о том, что, значит, голосование было, ну, каким-то иным, да, чем представлены официальные результаты. Ну, вроде, таких сведений у нас нет. Так, это касается того, что делалось на избирательных участках. Вот. То, что происходило за его пределами, нам сие неизвестно. Нет, то, что происходило за избирательными участками, мы догадывались, догадываемся, происходили разные вещи, да, то есть, сведения поступали о разных вещах. Александр, вот, тоже это все видел, услышал. Так, вот. Но, ну, как бы надо понимать, что участковые избирательные комиссии, они отвечают за то, что происходит на избирательном участке, наблюдатели, наблюдают за тем, что происходит на избирательном участке. То, что происходит за его, как бы, пределами, вот, конечно, наблюдатели за этим в силу возможностей пытаются следить, вот. Ну, понятно, что это такая вещь, в общем, весьма такая ситуативная. Вот. Поэтому борьба с разного рода, там, подвозами, подпаиванием, подкопом избирателей и тому подобное, это, вообще-то, дело кандидатов и штабов, вот, за пределами избирательных участков и правоохранителей. Ну, вот. Саша, у тебя тоже такие впечатления от этих выборов, от дня голосования? Ну, если говорить про один пара подсчет голосов, про сам процесс голосования, то здесь соглашусь с Виталием, все. Ты тоже был на участке подсчете? Да, я был на участке подсчете. Все, ну, то есть, согласен с ним, если говорить, ну, в принципе, в целом, если говорить про работу императельной комиссии, ну, кроме там, косяков в начале утра, в начале дня с допуском наблюдателей, да, не пускали из-за бейджиков, вот, в целом, работа была очень, ну, правильной, хорошо выстроенной, ну, в общем, доволен. Единственное, что, ну, как мне показалось, все-таки, ну, слишком уж исполнительные, комиссии в плане выполнения решений территориальной избирательной комиссии, надо, прежде чем исполнить решение, подумать, вот они почему-то как-то так по бумажке исполняют. Ну, нет, это часто бывает, вот, на выборах такого уровня, когда участковая избирательная комиссия, ну, надо понимать, что, конечно, состав, как бы, вот, участковых избирательных комиссий, скажем так, в провинциях, да, даже в пермских провинциях, он несколько отличается от того, что, значит, есть в Перми, да, и поэтому избирательной комиссии, значит, прежде чем что-то сделать, лишний раз, значит, звонят в ТИКИ и советуются, там, с ней, так, так, неправильно, правильно. Тем не менее, самая вот эта громкая история про, там, заложенную бомбу ДК, да, в которой было, ДК, в которой было три избирательных участка, да, вы оба были, ну, там, в этом ДК? Ну, нет, на самом деле, мы были в районе ДК, оба, в самом ДК был только Виталий, в момент именно, когда там была эта самобомба, точнее, после. Было ощущение, что что-то здесь, вот, не просто так, в СИЕ происходит? С какой точки зрения? Именно на этих участках? Да, ну, а что такое, да, идут выборы, в воскресенье звонят, ну, понятно, для чего это делается, да, каким-то образом дискредитировать процесс, саботировать выборы, да, сразу возникает вопрос, для чего это делается, просто так или для каких-то, там, Да, там, варианты, я думаю, разные могут быть, там, либо для того, чтобы, действительно, там, дискредитировать это, либо сорвать голосование именно на этих участках, где стояли КАИБы, да, то есть делать невозможным просто их работу, и, соответственно, там, подчет голосов. У меня была мысль такая, что, ну, я уже считал, что, если это КАИБы, в КАИБы нельзя вбросить, да, пачку, пачку нельзя. А когда всех эвакуируют, по одному можно. Да, вот, но при этом надо сделать так, чтобы КАИБ эти по одному не посчитал, да, потом у него же там счетчик стоит. То есть вы, уходя, зафиксировали, сколько было? Да, то есть наблюдатели и члены комиссии, уходя, зафиксировали, сколько было, вот, кто сфотографировал, кто записал. Ну, есть, наверное, да, 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 а потом, значит, приходя, придя, как бы проверить. Ну, кстати, мне дал Александр, он в Твиттере, он написал про это видео, я и посмотрел. Там действительно было 50, и осталось 50. Да, 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 единственный был момент, конечно, в начале, что-то вроде, ну, мы приехали, естественно, тоже туда все приехали, штабы, да, напряглись все, на самом деле, пытались там чуть ли не прорваться в помещение, там реально было перекрыто, да, и с точки зрения закона, в принципе, они обязаны пустить наблюдателей, да, пустили в итоге только несколько человек. Но, с другой стороны, анализируя это, понятно, что ситуация нестандартная, опять же, никаких инструкций, как я понимаю, нет на данный момент, которые регулируют такие отношения, да, и в данном случае, все-таки, мне кажется, полиция все четко действовала более-менее нормально, да. Причем, смотрите, какая история, вот когда мы планировали работу, да, вот этого совместного штаба, и распределяли наблюдателей по избирательным участкам, да, мы, как бы, знали, что вот будут участки с КАИБами, вот пять штук, да, и мы, как бы, понимали, что эти участки более-менее, так сказать, защищены самими этими машинами, и мы решили так, что не будем на эти участки много внимания обращать, и КАИБы туда, и туда направлять наших наблюдателей. Одно время мы вообще считали, что туда никого не надо отправить, вот, но потом в итоге, значит, решили все-таки одного наблюдателя на один из этих трех участков отправить, так, то есть, ну, типа, что там может произойти такое, зачем, да, зачем стоит наблюдать, да, там же еще были два КАИБа в другом, как бы, вместе в другом участке стояли. И я думаю, что по этой же логике, в принципе, действовали и другие кандидаты, то есть, они обратили на эти участки внимание, ну, в самую последнюю очередь, вот, обращали на них, в самую последнюю очередь, вот, и, как бы, когда понимаешь, что наблюдателей не так много, и, то есть, можно было бы, если достигать какого-то результата, попробовать его достичь какими-то другими средствами, значит, не закладывая там вот этот муляж, например, вот, как один из вариантов. Ну, и не знаю. Пусть правоохранительные органы разбираются, пусть разбираются, да. Кстати, я в итоге как раз участвовал по числе голосов, как раз вот в этом участке, где был КАИБ, вот тот самый. И чего там? Да ничего, просто обычно все по правилам практически. Результат-то какой-то? Результат был общий, на самом деле, общий средний, который вышел по городу. Небольшим отличием, там чуть больше за не крестьянникова было, то есть, чуть больше за, соответственно, Махнова, чуть больше за Трофимова, чуть больше за, соответственно, за Сороку. Вот главное отличие все. А так в целом процент был тот же самый. Ну, там небольшая, да, да, тут там на уровне погрешности. Ну, как, опять же, рассказывали местные жители, пока мы там. Ну, Константин, мы в эфире. Да, да. Константин Окунев в прямом эфире интернет-тв-студия. Здравствуйте, да. Степан Хлопов, Виталий Ковин, тут Александр Григоренко, все знакомые вам люди. Мы пришли, собственно... Я не могу слушать, я слышу, сейчас перехожу, как он, может быть, тут положено. Да, все, слушаю, снимаю. Да, ну мы пришли к выводу, что самое интересное, наверное, на выборах в Краснокамске происходило не в день голосования, да, а, наверное, до него. Но, тем не менее, вы как оцениваете вот этот результат? 64% у крестьянников, с одной стороны, и 20% явка. Константин. Ну, я оцениваю, в первую очередь, это как приговор к Краснокамску. Вот. Не в плане там крестьянников, не крестьянников, без разницы кто. Самое главное, это, конечно, выборы главы района и 22,5%, по-моему, взялка. То есть, это просто позор. Это значит, что люди, а, разуверенность во власти, вообще, в принципе, б, аморфные, их ничего не интересует, они не смогли оторвать шопу от диванов и выйти просто прогуляться, при хорошей погоде проголосовать за будущего главу района. То есть, по большому счету, таким образом, муниципалитет не самоуправляем. То есть, это люди, иждивенцы, которые, в принципе, сидят и ждут, когда добрый дядя придет и наведет там за них порядок, а они будут идти и смотреть, как это будет происходить. Так, на самом деле, не происходит, поэтому у меня очень плохой прогноз по Краснокарскому, в принципе, по будущему Краснокарскому району. Вот, нечто подобное наблюдалось в Перми, ну, там, скажем, два года назад, полтора года, два года назад. Тоже были такие настроения, было такое отношение, но потом оно поменялось в плане, ну, люди немножко проснулись. На выборах в Гултуму Перми уже обогнала все сельские территории и другие города по количеству пришедших на избирательные участки. То есть, это показатель активности, который говорит о том, что люди начинают заинтересоваться общественной жизнью, политикой, начинают что-то пытаться менять вокруг себя. А вот в Краснокарске пока обратная ситуация. То есть, в принципе, сельские территории, территории, городские и другие местные поселения, они сегодня как раз вот идут по затухающей. Если раньше город Перм, условно, на выборах голосовало 40%, то Пермский край голосовал 60%. Сейчас ситуация обратная. Условно, Перм 50% голосующих, а Пермский край 45% голосующих. И дальше подиспадающих. То есть, ситуация очень плохая. Это очень... Вообще ставит под сомнение, в принципе, реформу органов местного самоправления, когда люди аморфные, неактивные, ни во что не верят, ничего не хотят делать, не хотят работать, не хотят только получать. Действительные жертвения у территории доноров. Это очень плохой показатель. Ну вот, смотрите, Константин, мы в телеэфире, в час пик провели интерактивное голосование, спрашивали у телезрителей, как они думают, почему такая низкая явка была в Краснокамске, если учесть, что там достаточно много громких историй вокруг этого было, да, и там муссировалась эта тема. Большинство проголосовало за вариант, что слабые были кандидаты. Вот у вас нет ощущения, что действительно, и в этом тоже есть проблема, что кандидаты были, ну, действительно, какие-то мало знакомые для краснокамцев, например. Не, ну, вот, давайте так, в принципе, компания, компания, конечно, была очень грязной. Я сейчас не хочу оценивать личные качества кандидатов, там, Сороки, Срофимова, Уездка, Христианникова, Махнёва. По большому счёту, интрига была. И интрига была, вот, в Краснокамске, свой или чужой? Боряк или свой Краснокам? То есть она была подвешена, завешена. Но люди предпочли остаться дома и не хотят голосовать. Это, это пермяки так думают за Краснокамцев, которые голосуют в прямом эфире. Надо было с таких разнокамцев, почему они не тушились. Они бы вам придумали такие бы рассказы и сказки, что вы бы просто удивились, что у вас бы, извините, глаза бы на лоб были от того, как они думают, чем они руководствуются сегодня. На мой взгляд, вот, не надо сегодня сейчас слушать эти оправдания. Каждый сам себя всегда оправдает, почему он сделал то, а нет. Даже самый последний убийца, насильник, педофил, всегда себя сам и себя лично оправдает. Я сейчас специально как бы утреваю, в крайность увожу, да, это сравнение с того, чтобы люди немножко думали, и где вы что-то думали, но слышал, в эфире, в вашем эфире. Я считаю, что в первую очередь, вне зависимости от того, какой кандидат, слабый, не слабый, ну, пять человек было, в принципе, можно было найти для себя, в общем-то, что-то, да, компания была грязная, скандальная, и интерес компании был в населении, информация доходил за людей, что происходит. Я не уверен, что была бы, условно говоря, Белосусова в списке, что сильно бы изменилось количество пришедших на избирательные участки. Ну, может быть, там, процентов на пять, но это все равно очень плохо. Все, что меньше пятидесяти, это все очень плохо, реально плохо. Это значит, что голосуют эти деньги, и те же приходят люди, которые привели по цепочке, которым пообещали, которые заманили, которым дали денег и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Малая толика людей пришла под собственную волю, под желание своей какой-то понятной позиции. Ксений Николаевич, это Григоренко. Добрый день, слушай, у меня такой вопрос к тебе. На самом деле, я-то на него ответ знаю, но просто многие мне спрашивали. Вот ты достаточно активно участвовал в процессах, связанных с Сеснокамском, последние месяцы, наверное, да? Вот, вопрос такой, а какой у тебя интерес-то? У меня интерес, у меня интерес к Сеснокамскому краю. Пускай Кроснокамцы не обижаются, но они не пукли милиции меня сегодня. Я участвовал активно в процессах, связанных с выборами в Ченужинском районе. Например, отрабатывал, скажем так, новую технологию проведения кандидатов на походе кандидатов детского собрания Ченужинского района. Из шести округов, из пяти мы победили. То есть у меня на самом деле везде, в каждой территории есть какие-то свои предпочтения, свои интересы. Интересы как политика. А экономических интересов нет в Краснокамске? Экономические интересы, потратить денег у меня в Краснокамске нет. Хорошая ответ, Костей Николаевич. Спасибо, спасибо, Костей Николаевич. Да, друзья, просто понимаете, когда губернатор с чьей-то подачей, мы знаем, с чьей, конечно, но не будем здесь, потому что меня уже в предвзятости... Но я скажу, если что. Губернатор, да, понятно, чьей подачей, объявляет о том, что Краснокамск неплохо было бы, не изучив общественного мнения, ничего, присоединить к Перми, мы понимаем, что интерес общественности, интерес политиков всех уровней, да, в связи с этим выбором, становится многократно весомней, да. Поэтому, честно говоря, вот я не знаю, какой вопрос нужно поставить на референдуме, чтобы 50% Краснокамцев пришли к ООНам на израильственном участке. Даже вопрос объединения, вам кажется, их не сподвигнет? Да нет, конечно. Нет, но вот тут... Вопрос будет такой примерно, поделить 5 миллиардов рублей, если кто придет к израильственному участку, тогда их 50% наверное прихромает. Как грустно. Константин Николаевич, тут просто кое-какие мои краснокамские знакомые предложили поставить вопрос об отделении Краснокамска от России. Я думаю, этот вопрос точно соберет 50% краснокамцев. Да я думаю, что вряд ли это произойдет. На мой взгляд, сегодня, к сожалению, сегодня пациент скорее мертв. Понятно. Отсюда, да, отсюда... Ну вот еще раз говорю, видимо, ну все-таки копия Краснокамцев близость к Перми, потому что все элиты краснокамские, группы влияния, которые там есть, были, у них у многих в большинстве в своем интересе в Перми. И они уже и живут-то все практически в Перми, большинство этих людей там есть. Ну, грубо говоря, имеют бизнес как в Перми. Поэтому, наверное, именно вот этим связано, что это краснокамцы уже как до Пекина на самокате, как это говорится. Отсюда, как бы, они не принимают активного участия в существе своей малой родины. И поэтому, возможно, как бы, грубо говоря, нет той консолидирующей какой-то силы внутри Краснокамского района, которая смогла бы людей объединить и, что называется, позвать на подвиги. В этом серьезная проблема. И это проблема не только Краснокамская, это проблема сегодня всех малых городов территории Пермского края, а, возможно, и России в целом. Спасибо, Константин Николаевич, спасибо, что были с нами. До свидания. Ну, вот такое вот... Не, ну, знаете, я отчасти, честно говоря, согласен. Знаете, в чем согласен? Там, когда мы были, я там, естественно, общался с людьми, с избирателями и так далее. Но такое ощущение сложилось, что апатия у людей очень сильная. И потом люди как-то вообще плохо понимали, вообще, какую власть они избирали. Вот, то есть, вот, я тоже не совсем понимаю ситуацию в Краснокамске. Вот у них кто обладал большим влиянием, глава города или глава района, например. Так? Вот, то есть там земское собрание районное или, что там у них, городская дума. Вот, то есть у них там депутаты, там депутаты, там администрация, тут администрация. То есть... Сложно, да? Да, достаточно сложно. И мир-то, на самом деле, там, Краснокамский, он такой небольшой достаточно. Вот. Люди достаточно близко друг друга знают и как-то вот отнеслись к выборам, к этим, честно говоря, мне кажется, прохладненько. Саммит Краснокамский. А я вот не согласен ни с Константином Николаевичем, ни с Виталием. Не согласен в чем? Ну, Константин сейчас только что практически приговор к Краснокамску принялся, как я понял, да? Вот, я на самом деле общался больше там просто с простыми людьми, да? И до этого, до выборов, собственно, в интернете, и во время выборов мы просто с Максимом Жириновым, руководителем первого законодательства, очень хорошо проехались по району, да, по деревням, как раз по поселкам, там много чего насмотрелись. Вот. По ощущениям, с одной стороны, да, есть некая апатия, хотя я бы не сказал, что она сильно отличается с ситуацией в крае в целом. Я вот в отличие, наверное, от многих здесь пожил, как бы, в крае, на севере края, немного общался до этого, да? Вот. В целом, у людей, собственно, просто обычное пассивное отношение к жизни, да? Это не отличие Краснокамское, это, собственно, весь Пермский край, да и в Пельми, на самом деле. Не, кардинально отличается. Но, с другой стороны, как и в Пельми, все-таки... Делики от политики, наверное. Да не в политике, даже дело. Вообще. Не как таковой, да. Но, с другой стороны, как и в Пельми, все-таки в Краснокамске, самое главное, все-таки есть некое активное ядро, да? Оно, может быть, в Краснокамске пока слабо организовано, слабо проявляется, но я все-таки надеюсь, что вот по итогам вот этих выборов, в кавычках, это ядро все-таки появится, разовьется. И в итоге, я думаю, для Краснокамска ничего не потеряно. Клонировать надо тебя и рассадить по малым городам. Да, на самом деле, говорю не только, не знаю, типа меня таких людей, таких активистах, да, просто обычных людей, которые управляют позицию. Пельми, все-таки гораздо больше и в количественном отношении, а в процентном. Ну, я не знаю, вот смотрите, опять же, там активность людей на выборах, она измеряется не только количеством пришедших, да? А чем? Нет, она еще измеряется тем, насколько люди активно принимают участие в процессе подготовки выборов, то есть там работая в штабах, агитаторами, значит, записываясь те же самые наблюдатели от кандидатов и так далее и тому подобное. Я знаю, что все кандидаты, которые участвовали в Краснокамске, они испытывали проблемы с набором людей в своей команде. Виталий. И несмотря на то, что, значит, там платили деньги, естественно, за работу, так, вот, и поэтому им приходилось обращаться за помощью к пельмикам, достаточно активно, и в одной команде, и в другой. В конце концов, чего уж говорить, и к нам тоже обратились представители, значит, там нескольких кандидатов с просьбой, значит, с приглашением помочь им с набором наблюдателей. То есть в Краснокамске никто не шел, никто не набирался, вот, там, в отдельные какие-то там структуры, там, КПРФ, например, то же самое. А вопрос такой, Виталий, это вызвано именно ситуацией конкретной в Краснокамске, то, что произошло во время этой кампании, или это в целом, всегда, ну, как бы, пассивность населения в целом? На первых, наверное, вообще интерес к этой теме, к выборной, в большинстве, ну, он спал, да, наверное, движение, движение наблюдателя, наверное, тоже спало, с декабря, спало, конечно, спало. Мало того, я думаю, что, если у нас вся весь этот интерес, как к вам, если у нас сейчас, думаю, если произойдет вдруг сейчас резко выборы в Перми, да, вот, я не думаю, что у нас вот прям вал наблюдателей пойдет, да, потому что тоже заметно было, вот, в ходе подготовки, в том числе, к Краснокамским выборам, все-таки были проблемы с людьми. Да, конечно. Это понятно. Что было в прошлом году, как-то на этой волне, оно такое было общероссийского масштаба, да, но в общероссийском, наверное, масштабе и пошло, наверное, так и осталось. В общероссийском масштабе осталось, да, то есть, нет, здесь опять же ведь, что люди не готовы так активно включаться и участвовать в жизни именно своего местного сообщества, да, вот, ну, вот, по большому счету, да, вот, если уж так говорить, да, участие, да, участие, там, краснокамцев или Пермяков в общественной кампании наблюдения на выборах по всей стране, да, ну, это, в общем, вещь такая, на самом деле, малозаметная в масштабах всей страны, да, а участие активное, там, Пермяков или краснокамцев, там, в наблюдении контроля, там, в агитациях, там, или еще какой-то такой политической деятельности у себя на территории, в своем местном сообществе, в своем муниципалитете, это, на самом деле, вещь весьма-весьма ощутимая, она либо есть, либо ее нет. Вот такой еще парадокс, ну, вот, на мой взгляд, складывается для простого человека, с одной стороны, да, компания действительно была сопряжена, там, с рядом скандалов, да, там, с подписями Белослуцевой, с подписями Крестьянникова, то его снимают, то его снова возначают, и так далее, то есть, с одной стороны, вроде, эта скандальность должна была привлечь внимание к выборам. Я знаю, что агитация была очень активная со всех сторон, и официальная, и чернушная. Да, то есть, вот здесь вот что, на каких чувствах людей это сыграло? На их, получается, что наоборот, вот все эти, наверное, скандалы, все эти вот эти чернуха, она пошла только во вред явке, людям, да, плюнули, да, Господи, да, выбирать ее раз низко. Ну, вот я вам расскажу, конкретный эпизод, встретил там свою знакомую в Краснокамске, да, причем работает на избирательном участке, так, потом, поинтересовался все-таки, значит, ну, ты-то как, за кого проголосовал? Она говорит, знаешь, как я решила? Я просто подбросила монетку, и все, и у меня, говорит, выпало на Буевскую, на технического кандидата, и я за нее проголосовал. Вот так она получила свои, сколько там, 4% голосов, по-моему. То есть, если люди, вот, вот если люди, а, собственно, почему такая позиция? Потому что, вот, да, типа, этот не наш, а этих мы всех хорошо знаем, и тем более не проголосовал. И тем более. И то, что, на самом деле, кандидат, единственный пермский кандидат, оставшийся в итоге набрал 20% голосов, это, на самом деле, Краснокамский. Краснокамский, да, это как раз следствие, по-моему, этого самого протестного голосования, хоть какой-то активности, которая была там. Потому что, ну, судя по отношению к нему Краснокамцев, как бы там, при нормальных условиях, ему этих 20% там не гадать, как своих ушей. И мне все-таки кажется, если бы, да, со скандалами, понятно, скандалы были, но если бы в итоге Белослутцеву все-таки бы разрешили участвовать в выборах, все-таки явка была бы выше, активность была бы выше. У нее шансов на второй тур тоже было бы доработано. На второй тур, я думаю, у нее шансы были очень хорошие. Точнее, не то, что на второй тур, на участие, на втором туре, я думаю, она безоговорочно бы в нем участвовала. Шанс на победу у нее был. Ну, не знаю, я тоже как-то так к этому... Сначала, да, сначала вроде я так тоже считал, а потом стал как-то скептически к этому относиться. Вот, не все так однозначно. Столько выборов было в вашей жизни, Виталий. Мы уже ко всему скептически относились. Мы еще молодые. У нас всегда какие-то надежды лелеем по отношению. Нет, на Краснокам действительно это вот эффект неоправданных ожиданий. И он вот опять, по-моему, здесь вот с работой в мере с работой. То есть, если бы ее не было, на самом деле нечего было сегодня обсуждать. На самом деле, по этому поводу. Я даже не знаю, я не соглашусь, что там вот так все переместите, пессимистично в этой ситуации вообще. Ну, на самом деле, что ожидали, что и получили. Ну, понятно было, где-то за неделю, за полторы было понятно, что Белосулцева не допустят, что Крестьянников все равно в итоге победит. Ну, шансов не было у других кандидатов, да? Было понятно, да? С другой стороны, вот что я ожидал. Я, на самом деле, хотел бы участвовать в наблюдении, посмотреть на местный выбор. Первый, на самом деле, местный выбор, который я наблюдаю, в которых как-то... Александр, приветствую. Александр, это Виталий Ковин. Да, Виталий Ковин, приветствую. Да, мы с вами работали. Скажи, пожалуйста, Александр, вот ты работал доверенным лицом у кандидата Сороки, активно в штабе, набирал наблюдателей. Вот, насколько я понял, ты столкнулся с определенными сложностями, да, при подготовке, там, участковых комиссий, наблюдателей и так далее, да, наборы людей в штаб. Вот как ты думаешь, с чем это связано? Так, давай, Виталий, разделим вот те вопросы, которые ты задал. Да, я понял ваш эффект. Давай. Сейчас, вот, давай мы разделим на три. Значит, набор в штаб, набор в участковые избирательные комиссии и набор наблюдателей. Ага. Значит, участковые избирательные комиссии были укомплектованы нашими членами справа решающего голоса полностью. Угу. Алло, слышишь меня? Да, да, да. Да, да, да. Они были укомплектованы полностью. Так, то есть здесь коммунисты сработали, ну, они достали все свои резервы, все, что есть. Так. А вот теперь давай, что касается наблюдателей. Виталий, и ты, и я, мы с тобой знаем друг друга лет двадцать, уже двадцать пять, да? Ну да. Ну да. Поэтому можно говорить без океанов, даже в прямом эфире. Жители Краснокамска, некому нефты, положили на эти выборы большую болту. Еще раз. Это лично мое мнение. Да. Да, продолжайте. Четко сказано. Саша Григоренко, да? Да. Ну, это еще одно доверенное лицо каниката Сорокина. Ну, я прокомментирую потом, конечно, это. Нет. Лично мое мнение, лично мое мнение, что, понимаешь, Виталий, жители, сказали, уже достали. И из этого может быть только один выход. Вот когда их дожмут до конца, они поднимутся, и будут даже не революции, а будут смуты, которые все сметет. И это очень страшно. И я считаю, что выборы в Краснокамске показали очень нехорошую, очень плохую и очень страшную тенденцию. Ты историк по образованию, правильно? Ну да. И я тоже. Я учился с тобой в одной группе, и тоже не дурак. Я понимаю, к чему это все может привести. Это, скорее всего, приведет к тому, что Россия распадет. Вот такой маленький город, как Краснокамск, он показал, что мы находимся где? У нас интернет-эфир, можно говорить где. А, в интернете? Можно, можно. Ну там лучше Александр Николаевич, скажи, скажи тогда. Сегодня Константин Николаевич на самом деле это слово уже произнес. Да. Вот. И Влад сейчас прошептал его. М? Константин Николаевич, у него сегодня это слово произнес. Я как культурный человек, к сожалению, не могу. Он солидарен. Но я солидарен и с тобой, и с Константином Николаевичем в данной ситуации. И в этом слове. Вот. И, Виталий, вот почему я, несмотря на то, что я, по своим убеждениям, коммунист, да, я с тобой сотрудничаю? Почему? Виталий, честно и абсолютно откровенно я тебе скажу, что пока люди не начнут задумываться, а куда мы идем, а куда что, ничего, не то, что не будет. Черт с ним. У меня вот сейчас дочка на адренных реакторах в материалах учится. Сын там у меня тоже неплохо учится. У тебя там дочка тоже хорошо поступила и работает. Я просто считаю, что пока вот эта вот молодежь не задумывается о том, о том, что как же дальше-то, давайте мы свою страну в руки возьмем сами и что-то будем решать. Это, согласись уже, это уже даже не наши проблемы, это уже проблема детей. Ну, ты согласен со мной? Да, ну вот видите, какие, на какие размышления наводят выборы. Вообще-то в маленьком пермском городке. Александр, спасибо большое, что были с нами в прямом эфире, в интернете эфире. Удачи. Привет. Привет. Давай договорю то, что я не сказал все-таки. Слово на букву «Ж», да? Не, не, слово на букву «Ж» я не буду произносить. Еще раз говорю, у меня не было ощущения такой подавленности, пессимизма от этой ситуации в Краснокамске. Собственно, что я ожидал там увидеть, там я и увидел. То, что я хотел там сделать, то мы, я и мы сделали, собственно говоря, участвовали на наблюдении за выборами. Плюс, так вот лично у меня был такой интересный опыт наблюдения за местными выборами, был вообще, для ситуации именно в регионе Пермского края. Собственно, у меня выводы из этого возникли, на самом деле. Для того, чтобы добиться чего-то в нашем крае на данный момент, в плане выборов, демократии, активности населения, нужно сделать одну очень важную вещь. Нужно, я не знаю, какими способами нам добиться, сейчас, конечно, смеетесь, устранение административных барьеров из выборного процесса. Без это ключико всему на данный момент. Потому что какая-то активность у людей появилась, да? Активность у кандидатов появилась, я думаю, в ближайшее время у нас достаточно много интересных кандидатов, пока не появится точно. Это ютилитический взгляд, да? Нет, это мой прогностический взгляд, да? Вот, главная проблема сейчас, появилась, нормальное отношение общества к выбору. А как ты от него избавишься? Если потенциально кто-то имеет возможность его использовать, мне кажется, на какие струны его души? На самом деле, вот эта краснокамская компания, она показала, что, по крайней мере, все-таки какие-то методы, способы движения для этого есть. Мини-топорные, может быть? Мини-топорные способы, может быть? Ну, хотя бы мини-топорные. Более изящные тоже уже плюс некой эволюции, да? Вот эти выборы и выборы в Лысьве, которые были до этого, на самом деле, это как раз был эффективный случай, пример, когда удалось устранить институтный барьер. Если кто помнит, там также по суду сняли кандидата, также был некий, не то что протест, было обсуждение и в обществе, и на уровне Лысьвы. И в итоге, соответственно, кандидата восстановили, и он победил на выборах. В Краснокамске, по многим причинам, чисто политическим, связанных скорее с региональной властью, этого не случилось. Хотя шанс все-таки, на мой взгляд, был. Шанс был, потому что возмущение было и в Краснокамске. Возмущение было и на уровне города. Впервые пермские политтехнологи объединились вместе. Ну, понятно, кроме некого человека, про которого мы все знаем, объединились и выступили относительно комедийным фронтом. Просто было такое ощущение, что всем политтехнологам стало обидно, что все их политтехнологические ловки здесь не действуют и не работают. При таком административном ресурсе. Ну да, да, это нормально. Хороший мотив, на самом деле. Чем больше таких мотивов, тем лучше. Соответственно, у меня есть ощущение, что если в следующий раз, если не я богу, такое случится, если мы всем обществом навалимся, покажем. У нас две минуты осталось, давайте какой-то итог подводить. Скептически. Виталий, давайте. Сейчас, наверное, скептица добавят. Такие же глобальные выводы будем делать, как ваш коллега и приятель по университету, однокашник. Мы ждем, так сказать, смуты. Нет, я думаю, что наоборот смуты никакой не будет, пока мы переживаем такой период безвремени. На мой взгляд, те же краснокамские выборы, но они по большому счету никому оказались не нужны. Они не нужны были партиям. Ни одна партия серьезно в эти выборы не вложилась, не могла, не хотела. Это как бы их причины. Проблемы. Причем был такой явный кандидат от коммунистической партии, о котором все знают, о котором все говорили, да, Геннадий Кузьминский? Мы чуть ли не предлагали там. То есть шанс был. В том-то и дело, да. Такая заметная фигура, мне кажется, могла бы там. Они оказались не нужны каким-то более-менее значимым, с амбициями пермским политикам, которые могли бы на этот пост, например, претендовать. Они оказались не нужны жителям Краснокамского. Вот я бы это продемонстрировал. Да и по большому счету и власть эта региональная, у меня такое ощущение было, что для них лучше бы, если бы по таких выборам не было. Еще бы время какое-нибудь, подготовиться, еще что-нибудь к этому сделать. Ну вот так случилось. Причем в самом Краснокамске, там же есть такие достаточно амбициозные политики, они тоже на эти выборы пошли по разным причинам. Ну вот и получилось то, что получилось. Вот, и все это вот. Добавлю, я в целом не согласен с скепсисом Виталия. Хоть раз ты будешь с кем не согласен? Давай, ну 30 секунд. Ты не согласен? Нет, ну 30 секунд. Ну на самом деле я считаю, что на самом деле ситуация поправимая, что, по крайней мере, у нас в первом случае края все будет хорошо в итоге. И я не считаю, что так плохо, что партии не участвовали в итоге в местных выборах. Реально как бы, да? Мне кажется, что пора выходить с региональным политикам, заниматься регионами, районами, городами и так далее. Спасибо большое, друзья мои, что были сегодня в интернет-студии. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо тем экспертам, которым мы дозвонились. Это был 9-часовый контент интернет-тв-студии. Нас смотрели, вы могли, на сайте Уралинформа ТВ. До новых встреч. Сделаем выборы чище, а жизнь наша лучше. Спасибо.